Меня зовут Жанна Васильцева, я креативный директор 17-го канала. От имени всего коллектива мы передаем соболезнования родным и близким Павла Шеремета. Ну а теперь, собственно, к теме нашей, ну не пресс-конференции, скажем так, заявления. Наверное, вы вчера видели весь этот ажиотаж, который сложился по поводу появления нашей съемочной группы, первой на месте преступления, на месте убийства Павла Шеремета. Я вот на своем опыте могу точно провести параллель. Однажды меня обвинили в причастности к расстрелу Небесной Сотни. Меня записали в так называемую схему четыре группы убийц Майдана. Это произошло за месяц после победы революции достоинства. И на тот момент у общества был большой запрос на то, чтобы были даны ответы, кто все-таки расстрелял Небесную Сотню. Мы выиграли суд у господина Авакова. Мы смогли доказать, что нас оболгали, чем, собственно, получается и занимается МВД, вместо реального расследования расстрела Небесной Сотни. Когда появилась такая информация, что там медийщики и прочие известные личности причастны к этой схеме четырех групп убийц Майдана, на тот момент я понял, что, наверное, кто-то хочет отвлечь внимание граждан от реального расследования. То есть мы видели, как работает технология. И, скорее всего, эта технология применяется в этот раз. Кто-то очень хочет увести внимание граждан от реального расследования убийства Павла Шеремета. Мы оказались совершенно случайно на месте происшествия. Наша съемочная группа недалеко проводила расследование. Это расследование мы проводили на протяжении двух недель. Ежедневно мы собирали разные синхроны по истории декоммунизации. Мы искали, куда пропали в Киеве памятники. Бронзовые. Бронзовые, да. И в результате журналист, для того, чтобы закончить сюжет, ему необходим был комментарий кличка. И журналист очень долго искал возможности, как можно было пообщаться с мэром. И после того, как мы поняли, что без кличка мы не можем выдать сюжет, журналисту было дано задание, как угодно, где угодно, под домом, под мэрией, в аэропорту искать кличко и спрашивать, куда же пропали памятники. Что произошло дальше? Я предлагаю, сейчас я передам микрофон непосредственно журналисту, которая оказалась на месте события. Очень много сейчас идут непонятных обвинений в сторону 17 канала, при том, что мы на самом деле просто выполняем свою работу. И как журналисты, оказавшись на месте преступления, сняли видео, которое, может быть, поможет следствию, что немаловажно. Меня зовут Таня. Я журналист, который был тогда, когда произошел взрыв, недалеко от этого места. Как сказал Андрей, мы уже снимали сюжет про декоммунизацию. Мы его снимали где-то две недели. За это время мы успели узнать, что памятник, который демонтировали, они каким-то образом пропали. На последней летучке, перед тем, как это было в среду, наверное, мне сказали, что нужно записать Кличко, потому что он в Киеве отвечает за эти памятники. Мы позвонили пресс-службу, пресс-службе сказали, что он в отпуске, но, тем не менее, все-таки наш коллектив решил, что нам надо его ждать под домом и писать. Мы утром выехали на съемку. Где знал Кличко, мы уже... Где-то Кличко мы уже знали, ну, как бы это для кого не секрет. Стояли, ждали его под домом. Потом в какой-то момент мы услышали, что произошел какой-то взрыв совсем недалеко, то есть не было понятно где. Но поскольку люди шли все в ту сторону, мы поднялись за ними, пришли, увидели, что стоит темная машина, и мы не знали, что произошло. Оператор начал снимать, и там уже люди подбежали, начали помогать в этом всем. Потом подъехала полиция, подъехала скорая, пожарная. И, как бы, мы стояли, наблюдали за этим всеми, снимали, потому что понимали, что что-то произошло, но с кем это произошло, не было понятно. То есть, ну, как бы, никто тогда еще не знал. Мы приехали на канал, и уже когда мы приехали, я зашла к ленту новостей и прочитала, что этот случай произошел с Павлом Шереметом. В комментариях пишут, что, ну, неужели мы не знали о том, что Кличко уехал? Мы не знали, что Кличко уехал, потому что, смотрите, чтобы его словить, нужно было приехать до 8 утра. То есть, это нужно было дежурить там с 7 до 8. Ну, как бы, я это знала, что, если нужно словить человека, нужно быть раньше. И, соответственно, когда он вечером написал этот пост, я его не видела, потому что я раньше легла спать, чтобы проснуться полшестого, собраться и доехать до канала, и до места съемки. Поэтому этот пост о том, что он за границей, я увидела уже, когда было у него под домом, и, ну, как бы, мы уже собирались, в принципе, тогда уехать на канал. Но, ну, как бы, я не знаю, при чем здесь вообще Кличко? То, что мы там оказались, это мы ехали туда снимать Кличко. То, что произошло-то рядом, ну, это могло произойти в другом районе. Там могли бы в другом районе быть какое-то включение у какого-то другого канала, и они тоже бы, наверное, сняли и сначала даже не знали, что это произошло. То есть, ну, как бы, говорить о том, что, почему мы там были рядом, ну, почему. Потому что мы снимали, мы делали свое задание, как бы, если бы я не знала, что, если бы это произошел какой-то там, не столь громкий случай, мы могли бы даже это не услышать. То есть, это из-за того, что был взрыв, сильно был взрыв, мы пошли, потому что, ну, мы же журналисты, мы должны понимать, что в нашем городе, в центре утром что-то серьезное произошло. Можно я добавлю? К тому же, опять-таки, вот вопрос, да, если Кличко официально где-то там, ну, официально у себя на страничке заявил о том, что он уехал отдыхать, ну, так как мы, в отличие, наверное, от многих наших зрителей и злобных критиков, мы власти не доверяем. И когда нам говорят, что человека нет, мы, прежде чем в это поверим, мы обязательно убедимся. Если нам сказали, что чиновник улетел, а у него, а у нас к нему вопрос, так скажем так, на несколько миллионов гривен, да, то мы его будем искать и под домом, и в гостях, и где угодно. Пока мы не поймем, что действительно он не достигаем. Будем ждать тогда, когда он вернется. Но в данном случае, то есть, нам в вину ставят то, что мы знали о том, что он заявил, что его нет, а мы пошли проверять. Ну, на самом-то деле, не учите нас работать. Потом еще был момент, критики говорили о том, что, как же так, мы вообще такое, значит, там, уприлюднило. Ну, если вы считаете, что это плохо, да, то, ну, вообще, в принципе, вам не нужны никакие информационные потоки. Если вы считаете, что общество не должно знать о происшествиях, да, есть там каналы ЧП-Инфо, которые с утра до вечера показывают, ну, аналогичную картинку, да, где кого-то там вырезают из машины и прочее, да, но разница лишь в том, что кто-то журналист, а это обычные люди, да, есть обычные каналы, там, эфирные, которые это показывают. Мы интернет-СМИ, который волей в случае оказался там на месте, сняли то, что сняли, показываем. И уверены более, что если изучить детально это видео, там попадают разные люди в кадры, еще видно машину до того, как она полностью сгорит, да, то есть там можно будет обрабатывать, изучать, и, возможно, где-то это послужит тому, что реальные убийцы будут найдены. Здравствуйте, те, кто нас смотрят, я скажу коротко, в принципе, это касается тех, кто хочет нас испачкать грязью, запугать, испугать, ну, и того подобное. Мы сохраняем все спокойствие, мы двигаемся дальше в том ключе, в котором мы и шли, и любого сотрудника нашего канала мы просто так в обиду не дадим. Все, спасибо. Я вот, кстати, вчера вынужден был просто, ну, не назову это, отгавкиваться, возможно, отгавкиваться, ведь уровень вот этой дискуссии, которая возникла в Фейсбуке, это была именно вот такая нецензурная изредка и брань и тому подобное, вынужден был там многих блокировать с баянами и тому подобное людей, потому что люди, которые, ну, как бы видят перед собой только черное, там, я не знаю, белое, или мыслят категориями, там, я не знаю, добро, зло, и, ну, это все печально, на самом деле, для нас закончится. Я хочу просто напомнить, что нельзя винить журналистов, которые работают в городе, в центре города, который, ну, насыщен видеокамерами, камерами видеонаблюдения. Мы уже видели, что видео, там, опубликовали сам момент взрыва, вот, поэтому, ну, как бы упрекать нас в чем-то, в том, что это была спланированная акция, как это, и рука Кремля здесь снова каким-то образом оказалась, это, ну, фейк какой-то, потому что мы вспомним 11 сентября, когда в прямом эфире центральных телеканалов американских транслировалась вот таран этих самолетов, всемирных башен-близнецов. Мы вспомним расстрел небесной сотни, когда это комментировали, охотно комментировали журналисты, которые теперь нас в чем-то упрекают. Тогда это все было нормально, ведь они боролись, как им кажется, за какое-то правое дело. Здесь человек оказался просто как журналист в центре событий. И, естественно, он подошел и снял эту картинку. Что касается нас, ну, и лично меня, то я уверен, что вот эта команда, в которой мы находимся здесь, на 17-м канале, независимом средстве массовой информации, я уже забыл, что такое поедь с ними того, поедь с ними этого. Я же общаюсь со своими коллегами, я прекрасно понимаю, что у них есть какие-то редакционные задания, и что говорить о редакционных заданиях, так это у них они есть. У нас редакционных заданий нет. Ну, имеется в виду, там, снять кого-то конкретно. Темников. Поэтому, ну, свободный журналист, он всегда будет в Украине поддаваться вот таким нападкам, потому что зависть, она есть, будет, ну, а мы с ней боремся и, надеюсь, поборем. Каждый из сотрудников, членов команды, которые здесь находятся, они присутствовали на протяжении всех двух недель и сами видели, как эта тема утверждалась, как мы на летучках постоянно обсуждали, где мы будем кличко искать, как мы будем выдавать сюжет и все остальное. Поэтому здесь я уверен и уверяю вас, уважаемые зрители, что здесь все люди понимают, что то, что журналист оказался в месте события, это вот просто вот такая вот, как вот, просто как факт, и все. Здесь не было никакого сговора или заговора. Да, есть заговор, наверное, только не с нашей стороны. А вот не против нас даже, а скорее против реального расследования, потому что, ну, то, что мы видим, да, такого не бывает случайно. Там 1 плюс 1, Интер, Цензор и ряд еще изданий, которые в один голос начинают клеймить, что вот там российско-пропагандистские СМИ, как они любят, да, то есть, ну, то, чего в самом-то деле нет изначально, в один голос начинают все кричать национальные каналы, ну, в основном, и заявлять о том, что вот как бы там чуть ли не след убийц, что там уже в комментариях пишут, надо допросить, разобраться. И сейчас все внимание публики переключено на 17-й канал, как такой плацдарм, я не знаю, какой-то партизанской борьбы внутри Украины. Ну, бред сумасшедшего. Тем не менее, это происходит, значит, это кому-то нужно, значит, кто-то хочет отвлечь внимание зрителей, граждан от каких-то других дел, да, скорее всего, эти дела заключаются в том, чтобы провести реальное расследование. Мы знаем о том, что в Украину уже должна привык группа из ФБР, помогать нашим правоохранителям в расследовании. Так вот, мы, попав в такую ситуацию, мы не то, что вынуждены, но мы со всем, скажем так, со всем вдохновением подойдем к решению этого вопроса, и мы протянем руку следствия, мы тоже беремся за это расследование. Поэтому следите за нашими эфирами. Я хотел бы напомнить журналистам, вот, нашим коллегам, моим коллегам с Интера и коллегам с 1плюс1, которые буквально еще недавно, да, в этом десятилетии, в прошлом извинялись перед людьми в эфирах своих телеканалов за то, что они работали нечестно, и я возвращаюсь к тому, что вот есть на телеканалах темники, и чего нет у нас. Так вот, давайте, друзья, не будем снова делить всех на белых и черных, пушистых там и каких-то общипанных, вот, а будем работать и не забывать о своей профессии, потому что нам извиняться не за что, а вам снова придется, когда снова будет колебаться ситуация. Задумайтесь. В принципе, человек на канале новый, недавно пришел работать. Хотелось бы подтвердить все вышеперечисленное, сказать, что, уважаемые журналисты, не выдавайте желаемое за действительное. Спасибо. Здесь российских агентов нет. В самом деле, если так подумать, то, ну, произошло, я не знаю, это может именно об этом. Произошло это с журналистом, и каждый из журналистов должен задуматься, почему это произошло именно с журналистом, потому что вместо того, чтобы как-то делиться и кого-то в чем-то обвинять, возможно, стоит объединиться и подумать, почему это происходит в нашей стране сегодня. Это было не вчера, не будет завтра, это происходит сейчас. Это происходит с каждым из нас, и стоит просто, мне кажется, задуматься.